Добрый вечер! Добрый вечер! Добрый вечер! В первую очередь, с учетом дефицита бюджетных ресурсов, в этом году уже более детально подошли к этой теме и, соответственно, вложение средств только туда, где они требуют кардинального вмешательства. Опять же, здравоохранение, образование, объекты культуры, физкультура и спорт. Вот основные такие направления – сельское хозяйство. Также в этом году в ней с программой будет включено жилищное строительство, инженерно-транспортная инфраструктура. На парадку дня 15-й сессии областного совета так само изменение межа у города Гомеля и Гомельского района, а минавито – вызначение статуса рабочего поселка Костюковка. Плануется, что уже празд два месяца, коли завершатся усе юридичные процедуры, и он станет новым микрорайоном областного центра. После затверждения документа депутатами его нокируют у Министерства юстиции, а после – у Национального кадастрового агентства, где будут зафиксованы новые межи города Гомеля. Решения о подчинении Костюковке городу Гомель были приняты еще в 1965 году. И все это время существовало по факту это подчинение городу Гомелю юридически Гомельскому району. Для того, чтобы устранить эти противоречия, принимается решение областного совета для того, чтобы в дальнейшем и фактически, и юридически было полное сочетание. Что касается статуса фактического населения Костюковки, то оно не меняется. Они как были жители Гомеля, так и остаются. Дмитрий Котов, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». До инших тем. У нашем регионе у правнания с минулым годом колькость забойств ускоротилась омаль на четверть. На умысных причинениях тяжких телесных пошкоджений у на 20%. Такая информация была гучена сьогодняя по час коллегии прокуратуры Гомельской области, присвеченной выникам работы в 2015 году. Подробностей в материале Явгена Побаловца. Прокурорами Гомельской области у минулым годе у суды агульной юрисдикции представлено больше за полторы тысячи исковых заявов на агульную сумму 24 миллиарды белорусских рублев. У экономичной суд не керовано свыше 600 исков на сумму крыху меньше за 400 миллиардов рублев. Разгляджено больше за 5 тысяч скаргов из воротов громадян. По выньках этой работы унесено 7 тысяч актов по одновлению законности и справедливости. Свой станувший выник дае и суместная работа прокуратуры и инших органов правопарадку. У Гомельской области у паралнани с прошлым годом колькость забойствов скоротилась амальна шверть. На 20% колькость наумысных причинений у тяжких телесных пошкоджений. Социологичное пытание подтверждает, криминогенно становище у регионе полепшилось. Органами прокуратуры проведены тысячи проверок у разных или иных экономики. Притягнуто до отказности больше к 5 тысяч человек. По выньках проверок узбуджено 66 криминальных справ, полов из яких справы об коррупционных злочинствах. У структуры прокурорских проверок наибольшую колькость займает проверки субъекту профилактики правопарушения и контролюющих органов. Проверки выконания законодавства об неполнолетних и молоде, а так само антикоррупционного законодавства. У нас выявлено в прошлом году 3,5 сотни преступлений коррупционных направленностей. Они разные по своей общественной опасности, по тяжести наступивших последствий. Наверное, вот эти результаты, они говорят о том, что работа по противодействию коррупции достаточно активно ведется. И, на мой взгляд, те опросы общественного мнения, которые мы имеем, они указывают на то, что, в общем-то, люди адекватно оценивают сложившуюся ситуацию. У 2016-м годе основная увага прокуратуры будет надаваться профилактичной работе сирот-молодзи. Правопарушения больше не стало, а ля резко взросла колькость потерпелых, а день у неполнолетних. Так само подпильной увагой будет профилактичная работа усёй системы правопарадку у относинок до пожилых людей. И они являются больше безоборонными в плане махчимых азамаху на их житё и майомость. Будет протягнута работа по оказанию допомоги субъектам господарания у погашении дебиторской запазышенности. Мы продолжим работу по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики. Это будет один из акцентов нашей деятельности. Вторым направлением является профилактика правонарушений. Евген Паболовец, Дмитрий Родянко, телерадио «Компания Гомель». Сегодня означается Международный день мытника. У Гомельской мытни провели коллегию, подчас какой подвели выники работы в минулом году. Как было означено, каждый сотрудник Гомельской мытни летость принес у прибыток державы больше, чем 21 млрд рублев. На 1 рубль, який был выдаткован на утримание мытни, у доход державы перелечено больше, чем 160 рублев. Усяго за 2015 год отдельности мытни в республиканский бюджет поступило 16 трлн рублев на 4 трлн больше, чем у паза в минулом году. У вынику проводимых мероприемств за 2015 год, супрацовниками Гомельской мытни выявлено 3000 административных правопорушений. Сумма конфискованных товаров склала больше, чем 115 млрд рублев. Узбуджены 33 криминальные справы, спыни на 150 спроб хабарництва. Усёго это дозволило створить для удельников внешнеэкономичной деянности и физичных особ больше сприяльные умовы для бизнесу, скратить час, необходимый для здеснения мытных операций, а так само змацнить работу по выявлению административных правопорушений и контрабанды. Сприяю этому и сучасное техничное забеспечение Гомельской мытной службы. На сегодняшний день технические средства позволяют нам и правонарушения выявлять, и, наверное, быстрее и качественнее осуществлять таможенный контроль в пунктах пропуска через государственную границу. Предполагается, что будет реконструироваться пункт пропуска Новая Гута, и, наверное, будет принято решение о строительстве пункта пропуска Александровка в ином месте, то есть ближе к государственной границе. Протягиваем выпуск. Угод культуры у Гомеля обмерковали перспективы развития Галины. Сегодня с работниками сферы культуры города сустрелась информационная группа Гарвы Канкама. Об чём докладной шла размова, ведая Олег Сенцерову. 1919 год Гомель недавно вызвали на от войска в Казировской Германии. У людей часто не хапает самого необходимого. И у таких умов городский совет принимает решение о подкрытии народной консерватории. Зараз гэта дитячая музычная школа мастерства номер один имя Чайковского. Гэта факт яшедно подтверждение. Пытанием культуры у Гомеля завсёды надавалась самая пинная увага. Сучасность не выключением. Сегодня у Гомеля открыты из выше 10 дитячих школ мастерства. Городские молодёжные и областные драматичные театры. Працуюсь библиотеки и картинная галерея. Музей военной славы и музей города. До этого можно додать в фестивале «Сожский карагод» и «Весёлка талентов», международный конкурс «Музыка надеи» и форум классичной музыки. И никто не скаржится на незапотребованность сбоку гомельчан. Чому есть логичное тумачение. Анализируя очень многие годы, ты видишь и понимаешь, как люди тянутся к искусству, как люди тянутся к культуре. Ведь сегодня это и досуг, это и свободное время, это и формирование личности. Почас состречи информационной группы гомельского гарвоконкама с работниками культуры размолы идя об социально-экономичном развитии города, вытворчасть продукции, внешнеэкономичная идейность, будовництво жиле и дорог, и безумовно непосредна культура, на развитие якой только летость выдаткова на маль 90 миллиардов рублей. От потребки этой галены у гомельским гарвоконками не отмывляются и долей, а ли лечить метазгодным, божь активно притягивать позубюджетные, у тым леку спонсорской сродки. Сорчиня городского выконавшего комитета Петр Кириченко неутойвая, экономичная ситуация не простая, и культура так само может унести свой уклад у ее полеобщения. Мало гонориться досягнутым, необходно зарабить эти поспехи основой для туристичной притягальности города, подкресливая Петр Кириченко. Новые времена, новые веяния и подходы новые. Турист, который приезжает, особенно если это зарубежный турист, он не только хочет просто отдохнуть, он хотел бы познакомиться и с культурой, с бытом народа, страны, куда он приехал отдыхать. Ведь мы с вами тоже делаем то же самое, когда приезжаем, словно говоря, в Египет, в Турцию или куда-то еще, в Западную Европу. Олег Синчеров, Валерий Кипанько, ТВ Радо, компания «Гомель». У Гомели пройшел калядный баль православной молоди. Мероприемство было проведено по благословению епископа Гомельского и Жлобинского Стяфана. Организаторы урочистого балью – отдел по работе с молодью Гомельской епархии и православное молодежное братство при приходе храма святого пропадобного Серафима Саровского. Вероника Ворошилина протягне. Баль православной молоди на Гомельше не ладится раз у полгода, у гонор двух великих святов – Рожства и Велика дня. Все лета гэтае масштабное ведовишное мероприемство объеднало у танцы каляд 400 удельников из разных городов Беларуси. Бал направлен не только на православную молодежь, которая посещает храмы. Это мероприятие открыто абсолютно для всех. Любой желающий может прийти и спокойно принять участие. У программе балью урочистый танец шестья – полонез, шматликие вальсы, середневечные, замежные и массовые танцы. Розные пастыли, они объедновывают кахание и натхнение, почути, які звязывают хореографию усих эпох. Антураж палацовой эпохи подкресливают и святочные уборы удельников, усе девчаты у помпезных вечерних сукенках, хлопцы – у легантных костюмах, смокингах, або парадной войсковой форме. Я участвую уже третий год подряд, и каждый раз, когда одеваешь замечательные вечерние платья, танцуешь с парнями во фраках, либо красивой форме военной, чувствуешь себя принцессой. Все это происходит наяву, а ощущение, как будто это сказка. Православный баль – своя саблива водгласминулога и одночасова, вельми удалая формы работы с молодзю. Быга – это уникальная махчимость перонять лепшие манеры поводзина, нормы и правил этикету, и пропустить про себе вековые традиции наших протков. Вероника Врашилина, Яугин Макинка, телерадио «Компания Гомель». День студента у Гомеля означали катанием на коньках с мыльными бурбалками. У делу акции «Айс Баблз» громадская организация «БРСМ» приняли представники университета у Гомеля. Светками подеи стали наши корреспонденты. Студентский билет – бутыляшка с мыльными бурбалками, у якости пропуску на массовое катание. Отзначить свято у Лядовый палац пришли студенты 4-го года у Гомеля. Инициаторами незвычайной акции выступили активисты «БРСМ». Это сплочение молодежи Гомельщины, это их объединение, это общение между ними. Ну и, естественно, хорошее времяпрепровождение, естественно, агитация здорового образа жизни. Ведь катание на коньках, так или иначе, это спорт. Незадолго до этого в официальных группах «БРСМ» в социальных сетках были размешаны опытания. Молодым людям пропоновалось проголосовать за любой вариант святкования Дня студента. А кроме катания на коньках, на выбор были массовый поход в кинотеатр, фотоконкурсы в режиме онлайн и многое иншее. И все же большинство отдало свои голосы за свято на Леде. Я узнал из социальных сетей, раньше не катался на коньках, поэтому решил попробовать, тем более такая акция «День студента». Взял мыльные пузыри, собрал друзей и пошел на лед. Яркой крупкой свято стал флешмоб. Юные фигуристы выстроилися на людях в форме веолизного сердца и заховали этот момент на фото. Дальше, вмешательность арены Лядового палаца – 150 человек. И в этот вечер она была целиком заполненная. Так и поспех акции примусил организаторов задуматься над тем, как подобным чином День студента святковать каждый год. Ганна Ковалева, Дмитрий Радянко, телерадио «Кампания Гомель». У гэтым годзе Гомельский клуб аматра у зимового плавання означает юбилей 55-ти годзе. Организация объеднула 30 аматра у зимового плавання. Место сбора традиционное – центральный пляж. За заплавами Маржоу назирала наша здымочная группа. Чем холодней, тем лепш. По словах аматору зимового плавання, ныраць яны готовы при любым надворьем. И чем ниже температура поветра, тем комфортнее в воде. Самому молодому члену клуба за 30, старшему 75. Большость – пенсионеры. Купается традиционно на центральном пляже. Тут есть помешканье, где можно согреться. Перепранувшись, Маржо накировывается до воды. Недолгий заплыл, после чего необходимо худко обтереться рушником, камня смерзнуть. Потом обовязковая пробежка. С вопротки так само только купальный костюм. Особливой подрыхтовки пера тым, як засти, у полонку не треба. Головная пера долит страх. Самое главное, когда у вас созреть здесь, чтобы вы в голове решили этим заняться, посмотрели на старшее поколение, как они это делают, и у вас все получится. Если какие-то боятся, что я залезу в воду, сразу умру, это все не так, это неправда. У нас не было такого случая, чтобы кто-то взял и окунулся и заболел. До моржования гомельские аматоры зимового плавания приходят с розными шляхами. Распоусюджаны сценарии, первый раз поспробовал нахрешение и сподобалося. Если не злоуживать этой процедурой, то купание в холодной воде шкоды здоровью не нанесе. На дворот. Если человек скажет, что он не мерзнет, такого не бывает. Дело в том, что все равно будет дрожь. Это реакция организма какая-то. Но это все проходит. Это все проходит, это все великолепно. То есть чувствуешь себя бодро. Максим Савин, Валера Игапанько, Телерадо, компания Гомель. На этом выпуск завершен. Усяго вам самого доброго и до новых встреч у эфиры. Редактор субтитров А.Семкин